Добрый вечер, уважаемые любители хоккей! У нас был переезд из Келоуны в Камлупс. Не было практически времени для отдыха у россиян. И Сергей Михалев, главный тренер сборной России, отменил утреннюю раскатку в день игры. Латыши имели день отдыха после предыдущего матча, который они проиграли словакам. Но это им не очень-то помогло. Вот в самом начале встречи россияне открывают счет. И делает это Евгений Малкин. В каждом матче забивает Малкин. И в каждом матче неизменно делает это в тот момент, когда наша команда играет в большинстве. 1-0. И вот смотрите, что происходит затем. Всего лишь 6 секунд проходит с момента первого взятия ворот. Ошибаются Латыши. И тут же россияне удваивают счет. Николай Лемтюгов проталкивает шайбу в ворота. 2-0. И прошло всего лишь 4 минуты с начала встречи. Вот такой вот кошмарный старт для Латышей. И такое очень удачное начало для нашей команды. Угис Аватинш, галкипер сборной Латвии, пропустил две шайбы. Но забегая вперед, скажем, что в дальнейшем он был практически безупречен. Ну а после того, как счет стал 2-0, россияне не то чтобы успокоились, но несколько утратили собранность. И что самое обидное, пошли удаления в составе нашей команды. Ну и Латыши, так же как и сборная России, в первом периоде имели возможности для взятия ворот. Сборная Латвии, команда довольно среднего уровня, не слишком техничная, но такая в хорошем смысле упертая. Игроки компенсируют недостаток пробелы, может быть, в технике самоотдачи. И вот смотрите, какая опасная атака Латышей. И мог отличиться Элвис Желубовскис. Бросал практически в пустой угол, но удача отвернулась от нападающего сборной Латвии. Ну а в воротах сборной России в этом матче играл Семен Варламов из Ярославского локомотива, дал Сергей Михалев отдохнуть основному галкиперу нашей команды Антону Худобину. К слову, у Худобина после двух туров лучший процентный показатель отраженных бросков среди всех вратарей этого чемпионата. Присутствовало почти 5000 зрителей на этом матче. Ну и надо сказать, что большинство из тех, кто собрался на трибунах, поддерживали Латышей. Но в этом не надо искать какого-то предубеждения по отношению к нашей команде. Дело в том, что здесь в Камлуксе Латышей вообще здорово поддерживает. И вот в матче против Словаков тоже симпатии публики были на стороне команды, которую возглавляет Олег Знарок. Россияне гораздо активнее все-таки были в атаке и перебросали Латышей по ходу всего матча практически в два раза. 40 бросков против 20. Ну и вот мы видим, что галкипер Латышей был в работе практически с первой минуты. Вот первый период подходит к концу, но атаки россиян продолжаются. Надо сказать, что сборная России показала довольно рациональный хоккей в этом матче. Хотя по окончании встречи на пресс-конференции Сергей Михалев, наставник нашей команды, сказал, что эту игру ни в коем случае нельзя отнести к разряду удачных для сборной России. Но Михалев сказал, что такие игры бывают у любой команды. Результат остается, содержание может быть со временем забывается. Ну а самое главное, это было добиться победы нашей команды для того, чтобы чувствовать себя уверенно перед матчами заключительного тура. Евгений Малкин действовал с непривычными партнерами в этом матче. Все дело в том, что дисквалифицирован был за драку. Николай Кулемин, он так уверенно боксировал в матче против Словаков, что вот удостоился матч штрафа и эту встречу пропускал. Ну а вместе с Малкиным в одном звене действовали Радулов и Лисин. Ну а это Люмтюгов в атаке. Армеец был одним из самых активных в этом матче и имел не одну возможность для взятия ворот. Ну а ворота латышей по традиции чаще всего у нас обстреливал Евгений Малкин. Шесть бросков в створ нанес он в этом матче. Я уже говорил о том, что было очень много удалений в составе россиян. Не всегда они были оправданы и вот приходилось обороняться в меньшинстве. Хотя Сергей Михалев еще после матча со шведами говорил о том, что надо стараться избегать вот этих ненужных фолов, ненужных удалений. Но пока, как говорится, мало что меняется. Вот и ныне там. И, наверное, россиянам надо задуматься в преддверии более ответственных матчей о том, что стоит соблюдать игровую дисциплину более строго, более четко. Сборная Латвии атакует, играет в большинстве. Ну, что сказать об этой команде. Большинство игроков выступают на родине у себя. Но есть двое человек, которые играют в Канаде. Еще двое выступают в шведских клубах. Ну а два человека представляют российские команды. Защитник Артур Скулда играет в системе ЦСКА. Ну и Сергей Печура играет за воскресенский химик. Вот такой вот опасный момент возник у наших ворот. Это уже идет второй период. Еще не все зрители успели занять места на трибунах, а латыши уже организовали довольно опасную атаку. Не совсем уверенно там сыграл Семен Варламов. Вот видите, как армия Цлюмтюгов мог отличиться и пытался так элегантно переиграть латышского голкипера Аутинша, но не удалось. Во втором периоде хоккей пошел чуть более жесткий. И вот этот период был отмечен матч штрафом. Был удален до конца игры Гунтис Галвинш. Латышский защитник. Вот как раз за это нарушение потом 5 плюс 20 получил хоккейст сборной Латвии. Ну а мы видим в игре Семена Варламова. Отразил он бросок Каспарса Даугавинша. Сборная России пытается разыграть лишнего. Мощный щелчок от синей линии. И снова в игре Аватинш. Кстати, после игры лучшим в составе латвийской команды признали капитана Мартинша Карсумса. Но сразу же после матча Карсумс заявил, что приз лучшего игрока в составе сборной Латвии необходимо, конечно, отдать голкиперу. Ну а сборная России во втором периоде нарушила численный состав. Вот такое вот совсем необязательное удаление заработали наши хоккеисты. И латыши сумели реализовать лишнего. Смотрим опасный бросок. И оголили пятачок наши ребята. И с добивания удалось отличиться латышам. Счет стал 2-1. Юрий Клужевскис отправил шайбу в ворота Семена Варламова. Надо сказать, что сразу же после этого сборная России чуть занервничала. Нарушили дважды подряд правила наши ребята. И играли втроем против пятерых соперников. И к чести россиян удалось им отбиться в этом эпизоде. Хотя вот видите, что Варламов крутился буквально как белка в колесе. Сергей Михалев встряхнул команду. Удалось ему это. И сборная России провела несколько опасных атак. Ближе к исходу второй 20-ти минутки. И вот сейчас мы видим атаку Ярославца Геннадия Чурилова. Нарушение правил. И вот за это нарушение главный арбитр встречи, канадец Роб Масуока, назначил штрафной бросок в ворота сборной Латвии. Исполнил булит сам пострадавший Геннадий Чурилов. Попытался технично обыграть Аватинша. Вот посмотрим, что из этого получится. Чуть-чуть упустил момент. Уже слишком сместился влево. Аватинша положил щиток на лед и ликвидировал угрозу. Еще один балл в плюс заработал себе латышский вратарь. Но совсем вскоре россиянам все-таки удалось пробить вот эту вот неприступную стену в лице латышского галкипера. Получилась очень неплохая атака. Зубов из московского «Спартака» и Зубарев из «Акбарса» здорово вывели на позицию для броска Николая Лемтюгова. Вот этот последний пас. Лемтюгов выходит по правому флангу один на один и хладнокровно посылает шайбу в дальний угол. 3-1. Впереди сборная России. Это очень важный гол. Просто потому, что латыши после того, как им удалось сократить разницу в счете, немного воспряли духом и действовали активно. Россиянам тогда пришлось понервничать. Но вот видим, что сборная Латвии не сложила оружие. И было еще несколько опасных атак до окончания второго периода. Сейчас видели, что шайба попала в перекладину наших ворот. Вот Малкин атакует. Чуть-чуть неточный бросок. Вообще пресса канадская просто в восторге от Евгения Малкина. И часто встречается такое выражение в газетах местных, что Малкин выглядит как мужчина, который играет с юношами. Третий период превратился в бенефис вратарей. Было немало опасных моментов и у тех, и у других ворот. И выручали свои команды не раз Аватинж и Варламов. Вот видим, как латышский голкипер действует очень уверенно. Ну а после игры наши ребята тоже в интервью подчеркивали, что, может быть, не всегда им хватало концентрации. И не самый удачный матч провела сборная России. Но, тем не менее, победа была достигнута. 3-1. В третьем периоде шайб заброшенных зрителей не увидели. Хотя, повторюсь, было немало опасных моментов. После этого матча сборная России набрала 6 очков. Россияне возглавляют группу B. У чехов, словаков и шведов по 2 очка. И завтра утром чехи играют как раз со словаками. Ну а сборная Швеции сыграет с латышами. И уже в новогоднюю ночь, уже когда наступит утро Нового года, россияне сыграют со сборной Чехии. В этой встрече наших устроит, в общем-то, и ничья для того, чтобы занять первое место. И напрямую выйти в финал. Но вряд ли сборная Сергея Михайлева, сборная России будет играть на ничью. Конечно, россияне постараются выиграть. Итак, 3-1. Россия и Латвия. С вами был Олег Пирожков. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»